Привет всем, друзья! Сегодня покажу и расскажу, как сделать из простой жестяной банки простую печь-щепочницу для туризма и рыбалки. Наверняка у вас есть ненужная пустая банка. Дно банки нужно поделить на три части и поставить маркером метки возле края банки. По меткам насверлить отверстий. Понадобится три мебельных болта и шесть гаек. По одной гайке на болты накрутить. В просверленные отверстия в банке болты установить и закрутить их оставшимися гайками. Чтобы болты не болтались, гайки гаечным ключом нужно затянуть. В дне банки необходимо сделать множество отверстий. Также просверлить множество отверстий в нижней боковой части банки. Просверлить множество отверстий в нижней боковой части банки. Должно у вас получиться, как показано на видео. Теперь нужно взять проволоку и сделать шаблон. Большую букву П. По шаблону отмерить и откусить наиболее толстую проволоку, чтобы получилось таких же три штуки. Теперь из более толстой проволоки нужно согнуть три буквы П. Согнутую проволоку стяжками закрепить, как показано на видео. Вместо стяжек можно использовать наиболее тонкую проволоку. Торчащие хвостики отрезать. Получилась устойчивая конструкция. Пришло время испытаний. Для начала я печку загружу сухой березовой корой. Сверху наложу сухих щепок. Пришло время печку поджечь. Для легкого запуска я поджигаю снизу. Печка мгновенно разгорается. Это очень простая и удачная конструкция. Входящий кислород в печку делает свое дело. Огонь выходит очень высоко. Это говорит о том, что я все правильно сделал. И не нужно быть инженером, чтобы сделать такую печку. Пришло время что-нибудь вкусненькое приготовить на ней. Как вы уже догадались, проволока будет служить как подставка для сковородки. Приготовлю глазунью. В сковородку разобью яйцо. Посолю и немного поперчу. Чтобы желток не зажарился, белок я по сковородке распределю. Шкворчащая на сковородке яйцница пропитывается ароматным дымом. Приготовленная пища на открытом огне и на свежем воздухе всегда вкусная. Кому видео понравилось, оцените лайком. Не забудьте подписаться.